Здравствуйте! В эфире Омск ТВ-интервью. Вузы начинают приемную кампанию, поэтому наша сегодняшняя беседа будет особенно актуальна для абитуриентов. Мы поговорим о новшествах в процедуре приема 2023 года, а также о трендах и изменениях в российской системе высшего образования. Наш гость – ректор Сибирского института бизнеса и информационных технологий Максим Родионов. Здравствуйте! Здравствуйте, Антон! Василий Георгиевич, давайте мы начнем беседу, наверное, с рассказа о том, как уже поменялись или, может быть, только поменяются правила приема абитуриентов в 2003 году в российских вузах и разберем заодно пример Вашего института. Прежде всего, следует сказать о том, что основным вызовом, который стоит перед образовательными организациями нашей страны, так и во всем мире, это исключительно динамичность жизни и технологий, которые повсеместно внедряются в реальном секторе экономики. И поэтому основная задача, которая стоит перед нашей образовательной организацией, в том числе подготовка квалифицированных специалистов, обладающих набором профессиональных навыков, безусловно, мягких навыков, как сейчас принято говорить, soft skills, и, конечно же, таким свойством, как адаптивность, способность приспосабливаться к изменяющимся условиям, при этом не забывая о фундаментальных знаниях, которые не изменяются в течение времени, и одновременно позволяют нам накладывать на них специальные знания, формировать навыки и давать образование межотраслевым, межфункциональным и, в последнее время, можно уже говорить, наверное, межпредметным. — Но в последнее время условия меняются так, что цифровая трансформация является, наверное, главным явлением сейчас. Как с ней в учебном процессе обстоят дела у вас? — Мы продолжаем внедрять цифровые технологии в образовательную деятельность, в том числе и в иные бизнес-процессы нашей образовательной организации, и сейчас можно уже говорить о таком явлении, пусть и используется не совсем, наверное, русское слово. — Фиджитал — это соединение физического и цифрового форматов. Это достаточно новое направление, очень интересное, перспективное, которое позволяет решать поставленные перед образовательной организацией, перед образовательным процессом и перед всеми участниками образовательного процесса актуальные задачи, примененные, наверное, с самых современных цифровых технологий. — По поводу цифровых технологий мне вспоминается практика удаленного поступления в ВУЗы. То есть во времена еще коронавируса она была у нас внедрена впервые, когда абитуриенты могли подавать документы, находясь фактически в другом городе, может быть, даже, или даже пусть, допустим, у нас в Омске, но не приходить в ВУЗ. — Да, действительно, такая технология, такая возможность существует. Уже несколько лет этот проект, иницированный Министерством образования совместно с Минцифрой, реализуется весьма успешно. Изначально это был пилот, было несколько десятков ВУЗов, сейчас практически все ВУЗы в нашей стране подключились к этой системе, и действительно можно подать документы в любую образовательную организацию, где бы ты ни находился, через соответствующий портал. Но при этом любые технические новшества, любые технологии подразумевают и создание условий по поддержанию их работоспособности. Это очень важный момент, и огромные ресурсы сейчас выделяются на то, чтобы эта система работала, работала эффективно. Но при этом мы должны понимать, что возможность прийти в образовательную организацию, посмотреть вживую, как проходит образовательный процесс, где ты будешь учиться, где будет учиться твой сын или дочь, это очень важно, пообщаться с живыми людьми, иметь возможность пообщаться с специалистами в приемной комиссии, задать вопросы, получить на них ответы здесь и сейчас, а не с применением технологий, произведенных по времени. Но если оценить сам цифровый эксперимент, как вы считаете, его можно успешным назвать? Я думаю, да, конечно же. Этот эксперимент, я бы назвал все-таки это проектом, он реализуется, он уже масштабируется, масштабы уровня России. Поэтому говорить о перспективах развития этого проекта можно уже в части каких-то отдельных направлений и повышение эффективности работы всех ресурсов, всех соответствующих систем, ну и самого портала в частности. Если возвращаться к Фиджитал-институту, который мы уже затронули, как это будет выглядеть? Хотелось бы узнать чуть подробнее. Фиджитал, как я уже сказал, соединение физического и цифрового присутствия обучающихся и, в принципе, всех участников образовательного процесса представляет собой одновременно и физическое нахождение в аудитории, как мы привыкли, классическое образование, общение с живыми преподавателями, так и возможность одновременного подключения к занятию, к лекции, будет практическое какое-то занятие, проведение лабораторных работ с использованием цифровых симуляторов, эмуляторов процессов, в том числе процессы, связанные с движением контингента, например, процессы, связанные с обслуживанием образовательного процесса получения необходимой документации, можно осуществлять через, например, цифровой портал, через цифровые сервисы образовательной организации, через личный кабинет, например, технологии, которые реализованы в нашем институте. То есть любой вопрос, любую информацию, обучающийся, где бы он ни находился, имея точку доступа, может узнать, задать вопрос, запросить необходимые документы, одновременно подключиться к, как я уже сказал, к какому-либо занятию, согласно своему расписанию, также к тем занятиям, которые проходят, например, параллельно, по другим направлениям подготовки, если ему это интересно, пожалуйста, в качестве слушателя, у него такая возможность имеет место быть. Сам процесс фиджитализации, он имеет какие-то временные рамки? Потому что я, например, встречал информацию о том, что проект вроде как должен подойти к концу глобально в 2025 году. Наверное, проект носит формат такой перманентной революции, если можно этот термин применить. Цифра все глубже и глубже, если можно так сказать. Проникает в деятельность образовательных организаций. Если говорить на примере нашего института, Сибирского института бизнеса, информационных технологий, то как раз направления бизнеса и IT являются приоритетными. И в связи с этим два проекта мы сейчас реализуем. Это содействие в трудоустройстве выпускников. Я на различных площадках не раз уже об этом говорил. Наша технология практико-ориентированного обучения предполагает возможность получения профессиональных навыков и умений на потенциальных рабочих местах с привлечением представителей-нанимателей. И при этом мы содействуем не только в прохождении практики, но и в трудоустройстве, направляя обучающихся, еще будучи студентами, они имеют возможность познакомиться с будущим работодателем и под руководством представителей работодателя, осваивать соответствующие профессиональные области и уже получать профессиональные навыки, выполняя конкретные задачи на конкретной организации. Второй проект, наверное, является продолжением первого. И речь идет о создании на территории нашей образовательной организации различных площадок для практического применения, формирования и применения навыков наших обучающихся по различным направлениям подготовки. Первым и уже зарекомендовавшим себя на протяжении многих лет является юридическая клиника. Сейчас мы говорим о Центре маркетинговых исследований и репутационных технологий. Уже реализован проект. В прошлом году было торжественное открытие с представителями сферы предпринимательства города Омска. И сейчас у нас на стадии согласования и проработки функционала Центр карьеры, где обучающиеся студенты разных направлений подготовки, как я уже сказал, под руководством специалистов, профессионалов, которые одновременно и оказывают услуги гражданам нашего города, также представителям бизнеса, формируют профессиональные навыки и умения по соответствующим специальностям, направлениям подготовки, по которым они получают образование. Для абитуриентов, возможно, это будет немножко непонятным, но когда из аудитории они попадают уже в лабораторию, где они общаются с реальным гражданом, у которых реальные проблемы, не в виде каких-то кейсов на бумаге, либо на компьютере, то процесс формирования, в том числе и коммуникативных навыков, мягких навыков, он происходит значительно быстрее. Ребята погружаются в ситуацию, погружаются в проблему, они заинтересованы и, самое главное, они чувствуют ответственность за то, что они делают, и получение для них знаний и умений становится жизненно необходимым. Они понимают, что этой профессии от этого будет зависеть, результат их деятельности, в том числе, возможно, судьба тех граждан, с которыми общаются, кому они оказывают соответствующие услуги. Это очень хорошо мотивирует ребят, поэтому мы этот проект реализуем уже на протяжении многих лет. И вот сейчас новый – это центр маркетинговых исследований, репутационных технологий, у которого тоже есть уже результаты. Я, когда готовился к интервью, изучал, что изменилось у нас в системе российского образования за прошедшие годы. И один из моментов, на который я обратил внимание, было изменение для выпускников колледжей. То есть, если раньше, после колледжа, ты мог поступить своим дипломом фактически куда угодно, и специальность не имела большого значения, то теперь, если проще выражаться, то какую ты стезию выбрал, то будь добр и продолжай. На ваш взгляд, это правильный подход? Да, я считаю, это правильно, поскольку решение, принятое абитуриентом о выборе направления подготовки, оно, во-первых, предполагает под собой определенную ответственность, во-вторых, по окончанию среднего профессионального образования, по окончанию колледжа, он обладает определенным набором знаний и навыков, например, в области технических специальностей. Но этого недостаточно для того, чтобы иметь возможность поступить на гуманитарную или экономическую специальность, поскольку на входе предъявляются немножечко иные требования. И именно Единый государственный экзамен выступает таким инструментом отбора, где ребята определяют предметы для поступления на те или иные направления подготовки в высших учебных заведениях. И вот как раз в УЗах эта преемственность сохраняется по окончанию бакалавриата, поступает в магистратуру. Пока есть еще возможность поступить на непрофильное, но, я думаю, это вопрос времени. После магистратуры, соответственно, по направлениям подготовки уже аспирантуры, именно по своей специальности. Это очень важно, сколько каждый уровень образования, он предполагает погружение в специальности, приобретение больших знаний, иных навыков, умений на уровне руководства и обладения современными технологиями. Сейчас как раз в сфере образования идет еще один глобальный тренд, это все-таки переход на нашу национальную систему образования. То есть это баллонская система в чистом виде и создание чего-то своего. Идут разговоры о том, нужен ли специалитет, нужно ли разделение на бакалавриат магистратуру. Как дела конкретно с магистратурой, например, обстоят у вас в институте, и насколько сейчас это актуальная такая ступень подготовки? Прежде чем, наверное, сказать о магистратуре, на примере нашей образовательной организации, я позволю себе прокомментировать все-таки изменения национальной системы образования. Если позволите, мое убеждение у нас, она никуда не делась, она и была наша, и никакая баллонская система, наверное, не подменила национальную, потому что в чистом виде баллонской системы у нас, можно сказать, что и не было. Специалитет, безусловно, он нужен, он был, он был и он остается. Есть определенные перечень направлений подготовки, которые предполагают 5, а то и 6 лет обучения для освоения той или иной профессии. Что касается магистратуры, наша образовательная организация, она у нас есть, она, соответственно, аккредитована. Из, наверное, нового. В этом году мы объявили набор на очную форму обучения по направлению подготовки экономики и менеджмент. И в том числе, в связи с возрастающим спросом в области государственного и муниципального управления, мы открыли новый профиль по направлению подготовки менеджмента. Это государственное управление и муниципальный менеджмент. А почему профиль именно такой? Причем в рамках менеджмента, а не само по себе это классическое государственное и муниципальное управление? Дело в том, что в соответствии с коллекционным справочником профессии, специальностей, рекомендованных, соответственно, для занятия, замещения должностей государственных и муниципальных служащих, направление подготовки менеджмент входит в этот перечень. И ребята, получившие образование в данном направлении подготовки, будут иметь возможность работать, соответственно, по направлению в организациях любой организационной правовой формы хозяйственной, в том числе и в органах государственной власти. Ну и в финале беседы хотелось бы попросить у вас сказать пару слов, может быть, дать какие-то советы будущим эпидурентам, в том числе и вашим, и вообще омских вузов. Расскажите, к чему им лучше стремиться, как готовиться, на что есть смысл сейчас тратить свободное время, чтобы это потом пригодилось? Самое важное, что я хотел бы сказать нашим эпидурентам, порекомендовать им, в первую очередь, не бояться поступать в высшее учебное заведение, не бояться принимать решения и идти туда, выбирать те специальности, которые вам интересны, которых вы мечтали. Если вы хотите стать врачом, сделайте шаг, подайте документы, станьте врачом. Хотите быть артистом, значит, вы будете артистом. Помимо желания, безусловно, нужны еще таланты, навыки, но самое главное, это кропотливый труд. Это то, чем нужно заниматься постоянно. Самообразованием, самообучением. И где-то приходится переступать через себя, через «не могу», двигаться к цели. И мечты сбываются. Это, наверное, самое главное, что они должны для себя уяснить и двигаться вперед. Всегда, только вперед. Спасибо большое за беседу. Спасибо. Я напомню, в гостях у нас был ректор Сибирского института бизнеса и информационных технологий Максим Родионов. Следите за эфиром ОМСК-ТВ и оставайтесь в курсе главных событий. До свидания. Продолжение следует...